Детям от 8 до 17 лет, растущим в неполных семьях, назначены выплаты в размере 5650 рублей. Соответствующие распоряжения отдал Владимир Путин. Кроме того, начнутся ежемесячные специальные выплаты женщинам, вставшим на учет на ранних сроках беременности и находящимся в трудной финансовой ситуации. Размер выплат 50% от регионального МРОД. Пенсии и другие социальные выплаты с 1 июля будут зачисляться только на карты МИР. Передать новые реквизиты счета в ПФР можно как через личный кабинет на сайте ПФР или портал госуслуг, так и лично. Изменения не затронет тех, кому пенсии или соцвыплаты доставляют или переводят на счета без привязанной банковской карты. Аграрии смогут заключать договоры сельхозстрахования с господдержкой на случай введения в регионе режима чрезвычайной ситуации. Законом также устанавливается размер субсидий, которые государство выдает страховщикам для компенсации выплат. Также с 1 июля вводятся основные положения о федеральном госконтроле за качеством и безопасностью зерна и продуктов его переработки. Изменения направлены на соблюдение товаропроизводителями требований к качеству и процессам производства, хранения, перевозки, реализации и утилизации. В России вступил в силу новый ГОСТ услуги для непродуктивных животных. Стандарт регламентирует работу зоогостиниц и пунктов передержек животных. Запрещается единовременно брать на передержку в городской черте свыше пяти собак мелких пород на одно помещение, свыше трех собак средних и крупных пород и свыше одной или двух собак гигантской породы на одно помещение. С 1 июля производители гаджетов должны будут предустанавливать загруженный браузер по умолчанию отечественный поисковик. За отсутствие такового вводятся штрафы для должностных лиц до 50 тысяч рублей и для компаний до 200 тысяч.